Результаты ее работы налицо. Это шесть или семь книг она уже написала. Ну и такие экскурсии, как она водит не только в музей, а и на кладбище. Мы очень многих личностей не знаем и туда по своей работе не можем добраться. Она действительно единственный у нас в городе, наверное, и до его области, наверное, специалист такого плана. Человек с большим творческим потенциалом, человек, который много сделал для нашего города, поднимает такие темы, как Старый Некрополь, История духовенства. И, конечно, вклад Татьяны Николаевны в кроеведение оценить полно, наверное, очень сложно, потому что он довольно велик и значимый. История – это всегда люди. И этого раза в нашей программе очень неординарная личность. Людина, которая знает историю Николаева, про живых людей и не только Татьяна Губька. Музыка Музыка Я до этого работала в очень интересном учреждении, которое вызывает улыбки. Я работала в психиатрической больнице номер один медрегистратором, то есть машинисткой. Поскольку я тогда была еще несовершеннолетняя, день был сокращенный, мне очень нравилось там работать. Интересная работа, да, вот психиатрическая. А не страшно вам было? Нет, мне не было страшно. Мне вообще не страшно. Мне страшно умирать с моими грехами. А там была возможность, невзирая вот на мытки совершенно юные годы, наблюдать за человеческими судьбами. Сколько лет вы уже посвятили музейному делу? Сколько вы уже лет проводите экскурсии по Николаеву, по музею? Тридцать восемь лет, четыре месяца и несколько дней. Это музейная работа с 25 января 1977 года, с Дня Святой Татьяны. До сегодняшнего дня. Пришла смотрителям. Вот очень нравилось убирать залы, главное, чтобы в музей. Главное, чтобы можно было в обеденный перерыв сбегать в зал археологии, посмотреть, подышать, восхититься. До этого была более оплачиваемая работа, но победила археология. У нас вообще в музее сформировалось несколько пар. Он археолог был, да, и я тогда тоже в экспедициях. То есть, в принципе, такой археологический роман. Но ему пришлось из музея уйти. Два музейщика, два археолога. Это слишком было бы тяжело жить. Кто-то должен был зарабатывать деньги. Мне дали совершенно потрясающую возможность. Это очень полезно. Кстати, надо это каждому человеку. Дается одна минута, потоп, пожар, набег врагов. Короче говоря, или меня сейчас забирают на Луну. Заберите с собой самые ценные. Быстро, у вас одна минута. Что-то пошел. Вот я забежала в свой кабинет, пока вы тут готовились к передаче. Я похватала на скорую руку все, что мне очень дорого. Мне очень дороги эти вещи. Там, правда, еще кое-что осталось. Я буду на Луне скучать о них. Но здесь, в принципе, то, что немножко напоминает меня. Вот эта книга, она у меня всегда на столе. Не на самом столе, она у меня лежит в шкафчике. Тут очень ценная и дорогая для меня надпись. 1969 год, мне 11 лет. Моя бабушка, мой добрый ангел на все времена. Это и моя мать, и мой отец, и ангел-хранитель, я надеюсь, до сегодняшнего дня. Вот, написала мне чудесные слова. «Танюшка, читай эту книгу, вспоминай крепко любящую тебя бабушку». А книжка называется «Николай, путеводитель». 1969 год. Ну, возможно, просто своим любящим сердцем предчувствовала, знала, что что-то из меня получится историческое. Вашу профессию уже бабушка определила. Да, в принципе, она определила профессию, потому что музейная работа. Это и экскурсовод, вот я старший научный сотрудник, да, но мы все экскурсоводы. И моя еще одна такая работа, тоже любимая, это туризм-экскурсия. А почему вот этот сектор любимый у вас? Почему любимый? Ну, наверное, потому что не обошла эта война и мое семейство. Потому что ровно сто лет тому назад брат моей бабушки был ранен в руку и проходил лечение в Полтаве по месту жительства. Вот, знаете, тоже, когда читаешь, немножко даже гордость, смотришь на него, такого 19-летнего поручика, который стоит с рукой на перевязи, рядом с сестрой с восхищением смотрят на него. Ну, в принципе, они тут все мне любимые. Они все наши, они все свои. Многие из них имена добыты тяжким трудом. Это тяжелая работа восстанавливать имена. Если бы просто человек пришел и начинал бы вот искать, вот надпись, я расчищу. Иногда и расчистить-то нельзя. Надписи сбиты мы вот дальше увидим с вами. На многих надписях позднейшие таблички. Еще и могилы с квартирантами, как я называю. Это туда подселяли чужих, да. Табличка закрывала имя настоящего хозяина, так сказать, склепа. Ну, и, наверное, потому что эти молодые судьбы, вот оставшиеся в своем 20-летнем возрасте, наверное, с возрастом понимаешь, вот, как они были кому-то дороги, да. Вот когда, например, свои сыновья такого возраста, понимаешь, сколько слез материнских тут пролито. Удивилась я очень сильно. Есть у нас зал развития Николаева, 19-го, начало 20-го века. И там у нас копия фотографии Вертинского, когда он приезжал в наш город. Ну, я люблю вот рассказать немножко о его приезде, чуточку о нем и о его довольно скандальной песне под названием «Кокаинеточка». Я там зачитываю четыре строчки, учитывая, что люди уже встают, это уже конец экскурсии, я буду экскурсии долго. И вдруг молодой человек, ну, вот никак он у меня не ассоциировался с каким-то там историком, любителем. И вдруг он начинает глазки, и он мне начинает вторить слова этой песни тоже. А мне говорят, вы знаете, мне так Вертинский нравится. Вот я пятое поколение николаевцев. Для меня, например, кладбище – это не экскурсия, это не дни, когда провожают. Вообще потрясающе нынче название – проводки. Раньше были проводы, теперь проводки. Я говорю, скоро штепсы выберут, что делается. Проводы – это люди ходят, убирают могилы, чтобы потом прийти и помянуть, помянать о нас умеют. И так получается, что для меня это, в принципе, постоянное место моей работы нынешней. Я там очень часто бываю в детстве. Опять же, благодаря бабушке, она не хотела, может быть, этого. Она сделала правильно. Ребенок должен не приучаться, а видеть памятник и видеть даты смерти людей, чтобы соображать, что это, в принципе, нормально. Это не фильм ужасов американских. Это не какие-то там… Не ребенку на кладбище нет, лучше пусть деточка посидит в интернете, какую-нибудь там гадость посмотрит, да, если мама с папой равнодушны к ребенку. Я училась читать на кладбище. Мне было легко читать большими буквами печатными. Я спрашивала, а почему вот тут маленький мальчик, а почему тут такая красивая тетя? Девушка объясняла, что умирают все люди в разном возрасте. Дедестал над могилой, да, потом основная часть с надписями, эпитафия, как мы называем, потом так называемая крыша в виде треугольной, ну вот как крыша, да, такая треугольная, и сверху венчал мраморный ангел. У ангела сбита голова. Сбита голова не потому, что когда его сбрасывали, они специально их спиливали, потом ставят на мраморные подставки и продают в виде античной скульптуры. Ну, кто-то выдает эти головы наших ангелов за Деметру, за Кору Персифону, за Зевса, не знаю, за кого еще. Долгое время этот ангел служил подпоркой для ограды, советского памятника. Когда ограду украли, слава тебе Господи, и прости Господи, вот теперь ангела подняли, а он стоит без головы. Я слышала, что ваших кошек, я забыла, правда, как зовут, но тоже связаны как-то с кладбищем. Да, ну, к сожалению, уже только одна, у меня их 10. Вот, да, две подобранные были, ну, первым делом название, имя, так сказать, некрополина появилось. Ну, она ушла из жизни, так вышло. Добрых людей в кавычках много, а сейчас еще, еще одна красавица живет тоже. Люди, знаете, так мир устроен, ничего нового там нет. Рожают, убивают, строят, разрушают. Вот так и тут получилось. Котят побросали в склеп, живых котят. Получается, я заведу кошку, но если она родит котят, то пить это грех. А я их выброшу, а кто-то возьмет. Можно выбросить куда-нибудь под дом, добрых много, а можно просто в склеп бросить. И все. Вот так получается, что моя нынешняя некрополина вторая, она именно оттуда вытащена была. Спасена, и теперь это мой самый такой ручной зверек любимый. Это ваш талисман, да? Ну, не знаю, кто больше, я ее или она мой талисман. Это просто добрая душенька, которая, наверное, понимает больше, чем мы себе представляем. Глаза, глаза животных о многом. А остальные кошки, они тоже все несколько поднимут? Половина подобрана, нет, половина просто с разных дорог. У меня и муж такой, и сыновья такие же. В принципе, пройти мимо умирающего животного всех собрать нельзя, естественно. Можно просто подкормить, можно дать деньги на лечение, да? Вот, за общество. А если уже совсем плохо, надо брать, надо взять. Нас, некрополистов, на все СНГ не очень много. Специфическая работа такая, своеобразная во всем, да? Мы живем в двух мерах. То есть я днем, например, тут с упоением вычитываю надписи, потом бегу в архив, имена оживают истории, а потом надо возвращаться в музей домой, да? То есть живем в 21 веке. Мне хотелось бы поехать в Польшу. И хотелось бы поехать в старый район Польши, в район парка Лозенки, улицы Маршалковской. Это родина моих предков. Где-то там похоронена моя прабабушка на старом кладбище. Где-то, может быть, сохранился ее памятник. Может быть. Но это было так давно, это было в 1905 году. Хотелось бы вот эту ветвь, да, как-то узнать. В Грецию хотелось бы поехать. Я хочу туда уже, я туда хочу уже 42 года. Не потому что, вы знаете, не потому что у меня нет возможности. Сейчас возможности есть. Это не то, что в советское время туда отправляли только передовых, кажется, там, работников разных отраслей. Можно поехать. Вы знаете, наверное, сейчас уже был бы не тот восторг, который вот тогда меня бы обуял, да? Я бы там кидалась в каждой колонне, каждому камню. Для меня это, для меня Греция, это было помешательство какое-то. Наверное, сейчас была бы какая-то, может быть, даже легкая грусть от того, что вот прошла юность, в которой так хотелось поехать. Ну, я не знаю. Не знаю. Ну, почему-то. А может быть, потому что мне, как экскурсоводу Украины, больно смотреть на те объекты, которые находятся в более нормальном состоянии, куда не стыдно привезти людей. У нас в программе есть постоянная рубрика, где люди задают вопрос, но в этот раз мы немножко поменяем правила нашей игры, и уже не люди зададут вопрос, а у вас есть возможность задать вопрос мне. Что вы хотите узнать? Считаете ли вы, что в нашем городе будет создан историко-культурный заповедник под названием Николаевский некрополь? Вы верите в это? У вас такой интересный вопрос. Я могла бы ответить либо да, либо нет, но я думаю, что после нашего с вами интервью, что действительно у нас будет Николаевский некрополь. И я бы хотела не только на украинском уровне, а вот на европейском и даже мировом уровне. В город Николаев из Вены прибывает аппарат под названием «Лекланше-Барбье». Стоимость 80 рублей, это же деньги были в 19 веке. Прибывает адрес православное кладбище. «Лекланше-Барбье». И ниже аппарат для летаргиков. Ну, опа. И вот я закрыла дело и ушла. Два дня не приходила в архив. Потом спокойно, тихо-тихо-тихо. Мама говорит, иди в бухгалтер, тихо-тихо, все хорошо. Прихожу, опять открываю. «Лекланше-Барбье» 80 рублей прибывает для летаргиков. Летаргический сон, да? Такой псевдосон, похожий на смерть. Ну, все сразу Гоголя вспоминают. Как будто кроме Гоголя никого не закапывали живым. Вот. Николай Васильевич, это отдельная история. И я начинаю вчитываться на немецком языке, на русском, переводят добрые люди. И вот я нашла в энциклопедии Брагауза и Фрону этот самый аппарат. Очень интересный. Например, у вас есть сомнения, что дочь ваша, напившаяся уксуса из-за любви к поручику, ну, это же был изысканный способ помереть, потому что он не разлюбил, оказывается, а говорил, что на всю жизнь. Вот такое открытие, понимаете ли, 19 века. Вот. И сам пошел к актерке какой-нибудь там. А девица ж не перенеся этого, поскольку ж он один и не сравненный, взяла и пилась уксуса. Интересный был уксус, я по составу посмотрела. Он был более щадящий, не такой, как в наше время. Наш обжигает желудок. Промыли и, как говорится, все мысли в поручики уходят. Вот. А девицы ж эти напивались, а он создавал впечатление, такое состояние было именно вот сна. То есть человек сидел, бледнел, холодел, зеркало подносит вроде ничего, но, как говорится, вот. Поручик в это время где-то там, понимаете ли, в театре сидит. И вот привезли этот аппарат. Там калиево-магниевые батареи, вот что угодно, только не это. У меня по химии была такая твердая совершенно тройка. Не сказать хуже. И вот если все-таки человек живой, хоть 10 градусов, но удивится же есть, если она живая, там что-то начинает растворяться, идет реакция по проводкам, а провода тянутся в дом попечителя кладбища, смотрителя кладбища. Должность была такая замечательная, боже, я бы обязательно на нее попросилась. И вот он там сидит, у него кабинет и проводочки. Идут и звонок такой, как в дверной. И вот он зазвонил, значит, что-то живое, радость-то какая, вызывали врача. Меня, правда, удивило врач. Врач в это время у нас был господин Кровопусков. Мало того, что ты уже почти, а тут еще Кровопусков приехал. Цего разу у программі «Просто люди» была сильная та бесстрашная жінка Тетяна Губська. Чекайте на нових та неординарных особистостей у наступних випусках програми. До зустрічі!